Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы не устаём спасибо говорить врачам, учителям, организаторам здравоохранения, нашим губернаторам, потому что на их плечи легла очень большая нагрузка в этот ответственный период. И я бы хотела вернуться, уже очень много говорили о той ситуации, в которой мы сейчас находимся, я хотела бы перечислить те основные тренды, с которыми мы теперь живём. Коронавирус затронул не только экономику, но и повседневную жизнь всех людей, то есть наложил ограничения на передвижение. У нас появилась дистантная работа, и во многом она сейчас основная. На дистанте, вот, Ранхикс, например, 70% своих студентов сейчас увёл на дистантное обучение. Безусловно, в этот период у людей нарастала психологическая усталость, и коронавирус стал главным и основным сюжетом повестки. Когда были события 11 сентября, я думала, что такого не может повториться, когда четыре дня подряд во всех странах была одна и та же повестка. Теперь мы столкнулись, что у нас от четырёх месяцев до полугода на экранах страны и во всех СМИ основная повестка был коронавирус. И, собственно, он охватил всех людей, все аудитории. У нас произошёл расцвет социальных сетей и мессенджеров, и, по сути дела, он частично заменил наши коммуникации, в том числе поседневные коммуникации. Произошёл рост фейковой информации, с которой мы все должны столкнулись, с которой мы все должны были бороться. И уже тоже было сказано, что общество, особенно в начале пандемии, распределилось на признающих и не признающих COVID-19. Михаил Альберча сказал, мы те самые организаторы, которые сделали проект и ресурс «Стоп коронавирус УРФ», который уже из сайта вырос в такой большой глобальный общественный проект и бренд. Когда в нашей стране вызывалась эпидемия, такое знаковое начало, это был конец февраля, начало марта, мне поступил звонок с правительствами, и когда попросили сделать единый портал и единый информационный ресурс, в котором люди узнавали информацию, которая была бы объективна и был бы единственный источник верный. Этот звонок был в субботу на воскресенье в ночь, и в понедельник мы уже должны были представить этот ресурс. Такой темп работы, начавшийся с конца февраля, он продолжался до конца мая, но я думаю, что у многих из нас он продолжается и до сих пор. Мы сформулировали, прежде чем тоже стартовать в такой глобальной кампании, принципы коммуникации. Вот они здесь на экране, это прежде всего честность, то есть мы за честную коммуникацию, открытость диалога и полноту информации, которую мы выдаем. Это востребованность, ориентация на вопросы, страхи, потребности людей. То есть платформа «Коммуникационный стоп-коронавирус» она была мобильная и изменялась с течением времени и с изменением собственной ситуации. Полезность. Мы таргетировали информацию, доносили всю важную информацию, особенно меры правительства это, и для учителей, для врачей, для студентов, для работников, для людей, которые потеряли работу, для бизнеса, как крупного, так и малого. То есть мы старались, чтобы информация была как можно полезной, актуальной и, безусловно, представлялась в интересных форматах, потому что мы с вами все привыкли потреблять уже информацию и в интернете, и на телевидении, и в традиционной формате, который нам интересен и удобен. По сути дела мы создали информационную экосистему. Вот здесь приведены тоже некоторые рубрики, которые мы сделали для бизнеса. Решения есть, когда показывали актуальные и те примеры, когда бизнес справлялся с теми ситуациями, которые могли возникнуть из-за пандемии. Мы начали проект с психологами «Все будет хорошо», и тут нам очень помог Владимир Александрович Мау, с психологами, которые подключены в разных институтах и подвесных структурах Ранкинса. Мы делали и видео лекции, и советы от психологов, для того, чтобы людям помочь с этой ситуацией справиться. У нас был организован отдельный сервис совместно с КМИНКОМ-связей и с Минтранцем по вывозу людей из-за рубежа. Мы его назвали «Своих не бросаем», и там публиковали все вывозные рейсы, которые на протяжении больше, чем полугода вывозили людей, которые оказались при закрытии границ в других странах. Здесь некоторые цифры, количество новостей, опубликованные материалы. Но, наверное, ключевая цифра – это 24 на 7. Мы работали 24 часа 7 дней в неделю. И такое же название у нас было в ТВ-передаче, которую мы делали совместно с Минздравом, когда мы снимали то, в каких условиях, и как работают наши врачи. В том числе мы снимали красные игры. И хочется сказать должное Минздраву, что работа всех врачей системы здравоохранения была организована на очень высоком уровне. У нас работала горячая линия поддержки людей, когда люди могли позвонить и задать любой интересующий вопрос, как по мерам профилактики, так и по мерам социальной поддержки или поддержки бизнеса, которая им была необходима. С 16 марта у нас на горячую линию поступило 2,5 миллиона звонков. И линия продолжает работать. И сейчас в связи с обострением ситуации, безусловно, звонки нарастают. Психологическую помощь у нас получили 8,5 тысяч человек. Это было возможно только потому, что мы объединились, нам помогали и креативное агентство, и ТВ-каналы, и общественные организации, и волонтеры. И на базе ассоциации волонтерских центров у нас возникло глобальное движение в стране, оно называется «Мы вместе». Я вот записала слова Оливии Вигзл «Together we are more efficient». Это очень похожая фраза на то, с каким посылом мы создавали и входили в это движение, но объединяет сейчас всех волонтеров, и волонтеры по всей стране помогают грубым близко и пожилым людям пережить пандемию, в том числе доставляют продукты и медикаменты для тех людей, которые находятся на самоизоляции. Мы сейчас, и платформа «Стоп коронавирус» сейчас не прекращает работу. С момента создания сайта посетили почти 165 миллионов раз. Я хочу обратить внимание, что 75% людей заходят с мобильных устройств, это тоже тренд, и все новые и новые продукты мы должны тоже адаптировать под эти форматы. Рекорд посещаемости у нас был 5 апреля, почти 3,5 миллиона человек, это уникальные пользователи, зашли на ресурсы, поинтересовались информацией. И у нас было около 5 миллионов подписчиков во всех социальных сетях и аккаунтах «Стоп коронавирус». Летом эта цифра чуть-чуть снизилась, сейчас она опять растет, и мы наблюдаем прирост интереса к этой теме. Что будет дальше? Мы продолжаем честные коммуникации, мы придерживаемся выбранных принципов коммуникации, понимая запрос аудитории и увеличиваем эмпатию, диалог и солидарность. И тут я еще хочу отметить и сказать спасибо губернаторам, потому что очень многие выбрали популярные форматы разговора со своими людьми. И вот Владислав Шапша, он регулярно, каждый день тоже публиковал и инфографику, и выходил тоже в прямые эфиры, и отвечал на вопросы людей, и действительно людям помогает. Людям это помогало, и доверие к власти, в том числе и региональной, у нас повысилось значительно. Поэтому спасибо всем за то, что мы участвуем в тех форматах, которые нужны людям.